Вот, смотрите еще, что, катетер мне убрали, теперь колят. Медицинские приборы и название лекарств ребенок произносит без запинки. И это неудивительно, ведь последний год каждый день он слышал это, находясь в больнице. В итальянской клинике Никита Сопов перенес вторую в своей жизни пересадку костного мозга. Теперь все позади и на днях мальчик вернулся домой. Это грязь, но я все равно люблю свой дом. В два года Никите поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз или рак крови. После этого годы химиотерапии, пересадка костного мозга, рецидив и новый курс сложного лечения. Когда мне делают наркоз, я держу маму за руку и закрываю глаза. Когда выяснилось, что нужна повторная пересадка костного мозга, счет шел на дни. На поиски подходящего донора времени почти не оставалось. Но, как и в первый раз, спас жизнь Никите его старший брат. Без особых таких раздумий, ну, раз надо, значит надо. Второй раз-то тем более не страшно. Первый еще какие-то были, ну, опасения, что это может быть. А второй, ну, вообще как-то не особо страшно. За этот год Миша очень позрослел, говорит мама Елена Сопова. Ведь не каждый и взрослый-то человек может пойти на такие жертвы. У Миша было 12 лет на спине. Никита посчитал. Я в этот день, в день трансплантации не знала, куда бежать, в какое отделение. И так вот бегала, в это отделение. Только Миша сбегал, только Никите. Елена Сопова гордится сыновьями, говорит, они у нее настоящие герои. Рассказывает, за свое здоровье Никита сражался изо всех сил. После операции были месяцы сложной реабилитации. Мальчик заново учился разговаривать и ходить. Я ему предлагала, давай сядем в кресло. Нет, только ногами. Только ногами. Ходили мы вот так под мышки, держались и медленно передвигались. И мама меня еще подпинывала. Семь месяцев мальчик находился в закрытом пространстве. Вход к нему в палату строго в специальной одежде, чтобы не запустить занос инфекций. Но и в этой ситуации Никита не терял оптимизма. Ну, там чистота вообще. Мы жили сначала в больнице, потом переехали на Казу Рональд. Потом переехали в город. Там тройная полоса, там и перекресток рядом. Никита хорошо разбирается в машинах и любит их рисовать, говорит. Там, в Италии, у каждого врача в больнице на память остались его рисунки. Рассказывает, когда вырастет, будет водить полицейский автомобиль или даже вертолет. Я в Италии буду полицейской. Никита мечтает и радуется жизни в любой ситуации, рассказывает мама. Я поражаюсь Никитиному оптимизму, как бы жизнелюбию, потому что, находясь в госпитале, как бы тяжело ему ни было, температура 40, или облазит кожа, не открывались глаза у него, не видел 12 дней вообще. Приходил, когда врач, хотел его что-то осмотреть, задевал, у него слезали пластами кожи. Он, несмотря на это, улыбался и всегда «мамочка, ты только не плачь! Мамочка, ты только не плачь!» Очень благодарна тем, кто откликнулся на их беду, говорит Елена. Санкт-Петербург, Москва, Казахстан присылали деньги из разных городов и даже из-за рубежа. Всем миром дали Никите шанс справиться с тяжелой болезнью. «Радуйтесь каждому дню». И теперь это девиз нашей семьи. День прошел, ребенок скачет, ребенок доволен. Слава Богу! Сейчас Никита наблюдается у специалистов в Екатеринбурге. Сказать, что рак отступил полностью, можно будет только через 5-7 лет. Ну а пока Никита загадывает лишь одно желание. «Я хотела, чтобы все были здоровы мои». Елизавета Наконечникова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.